Слушай Отсюда Слушай Отсюда Здравствуйте Привет Йоу Наши участники постоянные Бася Трошанина Бася Настоящая Саша ваш Это я Валера Артюхов Чуть меньше Понимаем На себя и на Басю все потратил Гость у нас сегодня Как лучше сказать Шоу вписка Коля Коля привет Коля А на Колю тебе хватило сил кстати Всем привет друзья, очень рад здесь оказаться Наконец у вас, потому что кто-то же должен вам Принести ту музыку, которую больше никто не принесет Ебой Кстати придумал шутку сразу на твое имя Ана Кольда Как тебе? Ники Минаж Май Ана Кольда Донт Май Ана Кольда Донт Май Ана Кольда Донт Хэ Банс Пожди, а если у меня будет второй Коля У нас будет группа Ана Кольда Да, нормальный ник? А сколько у тебя рук сегодня? А да, должен пояснить Это впервые в жизни Надо пояснить за рукава Не за вещь мода, а за рукава Рукава называется несите осетрину холопы Нет, хорошо Просто вот так вот Нордфейс придумали Коллекцию одежды для Гору сделали Да, да, ты играл Саня за фанателл от Мортал Комбата Короче, у нас что здесь происходит? Секундочку, давай Поставьте лайки кому понравилась Ана Кольда Вверх, в комментариях Посмотрим сколько вас Я найду каждого Короче, что мы тут делаем? Отсюда мы слушаем музыку и решаем Добавляем мы ее в плейлист или нет Плейлист на Яндекс.Музыке у нас здесь В описании под видосиком У нас есть три категории Первая категория – новинки Вторая – та, которую выбрал гость Третья – guilty pleasure Все просто Коль, ты смотрел вообще наше шоу? Посмотрел? Конечно, конечно У меня есть интернет Ютуб Премиум подписочка включена Ах ты червь, он как-то оплачивает ее У него как-то удается Какой-то че там У меня ватсап премиум Это называется телеграмм Это называется обычный телеграмм Нет, я там фото могу отправлять А там стоит защита против открыток пасхальных Да, вот это в первую очередь Вот И там в премиуме Там даже обычная открытка Она все равно музыкальная Во, я просто хотел спросить Коль, вот когда смотрел Было ощущение, что Ну дерьмо приносят Дерьмо ставят Дерьмо у них попадает в плейлист Я пришел бы и по-другому все сделал Были такие мысли? Всегда было ощущение, что ты придешь Все по-другому сделаешь Давайте сделаем По-другому все Потому что я здесь сегодня Круто Новинки Начнем с них Категория новинки Давайте слушать музыку И принимать решение Добавляем, не добавляем Ты не против, если мы начнем с твоего трека сразу? Я только за Круто Смотри, ты можешь что-то перед тем, как он включится Сказать про него Почему ты его выбрал Или потом уже прокомментируем? Пусть играет песня Мы ее послушаем И потом уже я все скажу Что нужно Тогда так и сделаем Молодя Первый трек Все знают текст, потому что, во-первых, это песня номер один сейчас в чарте Viral Absolutely viral Я знаю эту песню только потому что у меня девушка просит сумку Вот Это первое, что я хотел сказать А второе, мне очень нравится в ней аранжировать То есть это какой-то такой необычный, нетипичный хаос Чем-то похожий, не знаю, на работы Мэтью Херберта Там середины девяностых Такой продакшн реально очень крутой у песни И как она качает, как она работает Как люди под нее на танцполе отжигают Это просто мама дорогая Подождите, а это не манекен там сидит? Попробуй вот так сними у него маску Как люди в черном Так нахваливают инстасамку Ну вообще вот этот альбом хаосовый у них получился Альбом называется Popstar Да Вот и там прямо вот она ушла из рэпа в сторону такой танцевальной, электронной музыки Я вам господа скажу, что это наша отечественная Бейонсе Она причем это сделала до Бейонсе До того, как у Бейонсе вот вышел этот хаос альбом Она выпустила свои хиты А вот в Яндекс.Музыке вообще комментарии с каждому треку И она там говорит о том, что я надеюсь я вернусь к рэпу Но пока что только так Вот и вот весь альбом А там великие комментарии абсолютно Я их слушал, это просто ор Там из серии что-то такое Я не знаю, что сказать про этот трек, но он мне принос больше всего денег Типа скиты между треками Я не знаю, что сказать про этот трек Он называется «Секс на пляже», он про секс на пляже А про за деньги? За деньги, да? Просто я получил много денег за него Мне кажется, к тому же, знаете, что это такой аутентичный русский флес Эту сумку мне муж купил, эти роликсы Муж купил, колесо с бриллиантом мне муж купил Но главное, чтобы честно Я вам сейчас рассказал прикол про эстасамку Мы вот так вот были на отдыхе с моей девушкой Нет, они И включали как раз российские треки иностранцу, как есть На Бали мы были, сами бываете Они были не против? Эстасамки Тайцы слушают треки эстасамки Твой ролик И просто я параллельно слушаю этот трек впервые Точнее какие-то еще другие треки эстасамки И там, типа, какая-то песня Где она поет, что у нее, типа, у парня огромный член И он очень богатый и все и купил И я потом просто через какое-то время задумываюсь Я говорю, а что вообще этот манекен делает? Он говорит, так он же ей треки пишет То есть, понимаете, чувак приходит и говорит А можешь спичь, что у меня член большой? Что я тебе все купил и очень хороший Давай Ну давай, споем Ну, знаешь, эта ситуация, себя не похвалишь, никто не похвалит Да Какой же классный все-таки, да? Объектив А мне кажется, благодаря эстасамке у него много денег У манекена? Угу Да, потому что Пауэркап это категория в порно? Да Да, конечно Где качки? Это пауэрбилдеры Это пауэррэнджеры Пауэррэнджеры Вот мы и выяснили, кто какое порно смотрит, друзья Да, я когда в одного собираются все Это называется ворге Это называется пауэррэнджер Причем они все разноцветные Черные, белые, красные Давайте, может быть, как-то мы определимся, что мы будем делать вообще с этим треком Да голосовать что? Оля принес на рынку, Илюк Не отходим от нашей Да, я про то и говорю Давайте решим Он в плейлист у нас пойдет или нет? Как вы голосуете? Вот, Сань, вот ты, например Ты так воинственно настроен, как ты голосуешь? Ну, у него прическа воинственно У него костюм какой-то Я говорю, да, ребят Это самого себя обманывать За деньги, да Самого себя обманывать Мы все начали качать, когда включился трек Да, можно говорить Ну, это же инстасамка Но это качает Это да Это да Круто Интерестинг Тебя когда спросить? Ну, да Можно было меня первую спросить Я люблю инстасамку Давайте тогда тебя первую спросим А можно я еще прокомментирую? Давай На самом деле Вот как она выступает Мне не очень нравится То есть это, типа, просто микрофон в руках Вот так вот, типа Она под плюс поет А где надо микрофон, чтобы был? Если не в руках Около рта А у нее вот здесь? Нет У нее просто вот так Я не видел, вот где певец-шаман Он микрофон так себе В шоктики засунул Ну, слава богу, она так не делает Не видел Вот мы выяснили, какую порну ты смотришь Да 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 Но она прикольно выглядит на сцене И то, что она творит Это прям вау А что она творит? Я не видел просто ни разу Простите Танцует, ведет себя как хочет Там, типа И касаемо этого трека Ты говоришь, да Стопроцентная, уверенная, железобетонная Да А, ну смотри, под плюс поет То есть плюс играет, но она поет все равно Ну что-то там поет Типа не фанера, а просто как караоке Да С фоном, как бы, понял И плюсом получается Да, все Почти все рэп-концерты проходят сейчас Да, да, я понимаю Что-то там играет плюс, и человек сверху читает бэки По сути, да Бэчит саму себе Да? Это мне, знаете, что напомнило Паша Техник как-то раз мне сказал, что Вообще пофиг Я обкакался Это было не раз Паша Техник мне как-то раз сказал Говорит, пофиг, как я выступаю на концертах Люди же приходят, чтобы сфоткаться со мной Не, по сути, люди приходят на концерт, чтобы Увидеть артиста, послушать вживую И самому исполнить, правильно? То есть, типа, ты же все равно Обычно такое звучание Что ты не наслаждаешься так же, как Когда ты слушаешь Даже артисты, которые Круто там исполняют вживую Все равно ты слышишь толпу Там какие-то басы Ты еще стоишь около колонки Это все равно не такой эффект Банка какая-то орет Наркоманы! Выключайте! Ты как будешь голосовать за трек сейчас? Кто это хочет, чтобы пойти против вас Пойти против Частосамки И пойти против своей любимой девушки? Которой Любит Частосамку? Девушку он любит Потому что он только что сказал Ты не то отслушаешь А Частосамка что, не девушка? Подожди То есть у нас единогласно, да? Ну, я скажу нет Потому что я себе лично не добавлю Ну, не расстраивайся Я... Мы тут это... Ничего не решает, Коля Мы тут тупим за честность Он все равно добавится Да, ну я просто как-то не знаю Не твой вайп, да? Да, спасибо, Сань Короче, что? 4-1 4-1 Взяли трек, ура! За деньги, да 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 Кто? Кто поделится новинкой? Саня, Валера, Бася Давай я Давай, Бася Вау, неожиданно Все Сразу включаем? Да Давай слушать Люди любят дураков Они умеют классно жить Люди любят дураков Люди любят дураков Люди любят дураков Они умеют классно жить Люди любят дураков Мы просто учимся Мне так понравились вот эти вот бэк-вокальные подпевки, они такие соловые, такие прикольные. Короче, это Госпел. Это вот и есть Госпел, да? Ти-фест, версия трека, уже был этот трек, но он его переделал немножко с Госпелом. Короче, в целом там треки все крутые, но этот мне зашел, потому что он дал какой-то второй глоток воздуха этому треку, поэтому я принесла его. Круто! Мы же в предыдущей программе, которую, я думаю, наша многомиллионная зория вся посмотрела, если нет, обязательно посмотрите, Саша приносил трек тоже Ти-фест с этого альбома, и мы там уже просто Коли не было. Как человек, который пропустил серию, рассказываем, мы там очень сильно хвалили Ти-феста и говорили, как сильно любим Ти-феста, но, блин, ну ладно. Но не сравнивай то с этим. Не сравнивай. Короче, я просто, ладно, давайте добавим. Тот трек мне нравился больше, тот трек с альбомом мне больше нравился. Но, так как я понимаю, что это качество и Ти-феста, и полпроцента прогиба баси сегодня, давайте добавим. Добавили, окей. Я тоже бы добавил с большой радостью. Я, на самом деле, что-то давно не слушал Ти-феста альбомами, вот у него был, по-моему, году в девятнадцатом альбом «Свети или погибни» назывался, он был очень классный, мне прямо нравились почти все песни оттуда, а там их было штук двадцать, очень много. Вот, а потом что-то у меня подвыпало из поля зрения. Вот, спасибо, обязательно добавлю льбом себе. Послушай, льбом тебе понравится. Очень кайфово и интересно, вот у него, что в таком музыкальном направлении все это развивается. Вот он пришел к какому-то такому госпелу, блюзу, соулу. Ну, он начал экспериментировать больше. Я боюсь, что просто, чтобы это не ушло, когда Дорн сделал в Америке вот этот вот льбом. Да-да, вот типа, чтобы, ну, потому что, как бы, на русскоязычную больше аудиторию, ориентир, поэтому, чтобы это не ушло в никуда. А почему-то это так, типа, что в этом негативного? Нет, ну просто народ не понял вообще. То есть, как будто Дорн сделал для музыкантов альбом. А музыкантов-то мало. Я думаю, что для себя Дорн сделал. Окей, на первом месте для себя, на втором месте как будто для музыкантов, для шарю, ч***. Людям просто не так зашло. Может, через пять лет все... Ну, для всех музыкантов такие, о, как круто. Да нет, есть, понимаете, я вот, кстати, думаю, что такая музыка, если мы быстро возвращаемся к тому альбому Дорн, мне кажется, такая музыка с широкой аудиторией просто не факт, что зайдет со временем, потому что есть какие-то вещи, которые, ну, как бы, мне кажется, природно заложены. То есть, все равно там ритм, это же, там, не знаю, еще с первобытного, почему там, ну, это все равно меняется чего угодно, но там все равно почему прямая булочка, там, чего угодно, потому что это вот... А когда все ломают, то есть, типа, если только, ну, все общество станет полностью постороничным и все уже вот так будут, ну, мне кажется, так физически, типа, ну, не через пять лет, короче, я думаю, это произойдет. Возможно, он пытался придумать новое, изобрести. Да, с твоей он сделал что-то. Ну, в общем, это всегда такой страг у музыканта, что ты придумываешь новое, а люди говорят, Вань, а стыд сомен-то будет? Да. А если не придумаешь, говорят, одно и то же, заебал. Никому не угодишь вообще никому, надо только себе угодить. Нет, прикинь, если бы у него не пошла сразу карьера, что он когда еще с группой паранормальных вставал, а с первыми ночами вставай, и он потом выпускает все, что взвалил, они такие уже, не-не-не, это какой там стыд сомен, давай вставай. Нам один трек для будильника. Ну, так вообще никуда не двинуться. What about you? What about me? Давайте на русском. Больше не знаю. Короче, мне понравилось начало, классное такое, я думал, какой-то трип-хоп вообще зарубежный сейчас будет. Типа, три янг-фадерс, но... О, ты знаешь этих челов! Я обожаю этих челов. Кайф. Я наполовину вырос на этих челов. Офигеть, я первый раз слышу вообще... Чего вы так досили? Я даже... Я первый раз слышу вообще, чтоб кто-то упоминал янг-фадерс. Короче, крутое начало, а потом, вы заметили, что там каждая строчка повторяется раз по восемь? Это Госпел, так принято. Да, и не меняется вообще мелодия никак. То есть меня вот монотонность сильно вообще обрушила во мне желание это слушать. То есть начало класс, мне интересно, а потом... Есть трек, который без тебя, на этом же альбоме, тоже Госпел. Но он такой мажорный, такой фанковый, что потрясающе слушает. Не надо отвлекать. Ну вот он разный альбом записал, разный формат. Да, да, да. А я конкретно вот про этот трек у меня... А хочешь, Люха, я тоже заберу свой плюс. Не надо забирать ничего. И на тебе будет ниша решения. А почему? Все же... Чего, ты плюс сказал? Чего, Саня, нет? Будь как мужик. А, Саня, нет? А что, ты хочешь забрать? А ты уже сказал плюс? Не надо! Я пока не сказал! Ну давай для Саспинса. Ну хочешь, забери? Ну я... Просто я реально, я честно... Вот себе бы не добавил. У меня тоже... Нет, Валера, все. А вот ты прогнулся, пусть это все запишется на видеокассеты, правильно у нас? Это будет памятник твоему жлобству, понимаешь? И твоей малодушности, когда ты, переступив через себя, принял решение, а потом хочешь... А назад, пожалуйста! Нельзя, Валера. Да я не могу, она такая грустная. Я не могу уже, реально она меня убьет скоро. И что? Она человек, прежде всего. И имеет право знать правду. Правильно? Он же сначала сказал, первое слово дороже второго, все. Вот! Ну ладно. А вот с этим херпасом. Первое слово съела корову. Тоже верно. Я не могу тогда, ладно, пусть будет плюс. Разбирайте сами, ребят, я свое слово сказал. Скалывали... Я на месте бассей просто сижу, сейчас я это не могу. Я не понимаю, математика не моя. Да. Да, оцениваем трек, сейчас Илюха подойдет. Да, я сейчас все почитаю. Как говорится с та самка во время концерта, пусть будет плюс. Это лучшее пока что было. Короче, я же еще в прошлом выпуске пообещал, что начну изучать уже творчество Тифеста, потому что я тогда признался, что я не сильно... Изучил? Изучил сильно. Что не слишком был с ним знаком, и пока что этот трек тоже не успел еще изучить. Но в целом, типа, я вообще люблю все, типа, приколы с госпелами еще там со времен Кани Веста и госпелы, и вот типа все вот эти... И ты же в хор ходил. Господи, да. Да, я еще и в хор ходил, я это все очень люблю. Вот. Короче, я плюсую. Коль. Четыре? Один, понял? Четыре плюсы за трек, один минус. Четыре один, Саня минус, мы плюсы. Парни, математика все на вас, парни и девушки. Математика все на вас, и я в этом шоу... Да я... Мы поняли, если ты сказал девушки, но тебе не математика. Просто... Просто... Я... Я просто даю соус. Ну ты плюс сказал? Ну да, конечно. Все, все, четыре один, ура, приняли. Тип-Эст, трек! Кирюха! Слушайте, у нас сегодня, кстати, десятый же выпуск, да? А когда Бася узнает, что нет никого приза, соревнования, заплюз... Бася, иди сюда в тетрадку, так. У меня, между прочим, в аттестате больше среднего балла, чем... В смысле? Призов нет. А, блин. Надо было сказать. А мы его на это заманили, да? Кубок огня, брат, все будет. С него не очень хорошо все кончилось. У него проблемы с математикой, ему вместо одной криза может быть... Не, мы тебе подарим вторую сережку вот эту. Вторую эту отколочку. Ну ты че, так нельзя. Это же уже... Ты знаешь, что означает. Не, я думал. Ну, тогда... Симметрию? Уже нельзя тоже? Тоже запретили? Правую руку. Извини, я первый день. Потому что левую, ты знаешь, что означает. Симметрия. Зеркальность? Друзья, слишком много... Криза сегодня, но это потому что я здесь. Кто делится новинкой? Давайте я. О, ничего себе. Давайте Саня. Я говорю, давайте Саня. Я не помню какой трек, давайте сначала послушаем. А потом расскажу, если че-то надо будет. Я в деле. Не знаю, что я расскажу. Пре мои поступки. Терри. Просыпаюсь каждый день, как ты давно в деле. Тортисы считал, сколько на балансе в тене. Топить эксклюзив. Я ценю свое время. По-моему, очень прикольно что-то. Вообще прикольно. Слава Мару, точно Славик. Я тогда приносил, но боялся в этот раз принести. Блин, кстати, как вам его альбом? Который про игрушку? Который тузик, да. Ну, мне там... Я знаешь, как делал? Я слушаю альбомы и удаляю из медиатеки все, что мне не понравилось. Оставляя только те треки, которые я... Ты один оставил трек? Нет, четыре, по-моему. Вот, а там и все пять. А нет, шесть. Нет, по-моему больше. Штук девять-десять, может. Ну вот, типа четыре трека. Ну прикольно, прикольно. Слава Мару. Мастер трек, да, начало прям такое, вообще. Синты, как у Майка Дина, знаешь? Прям вообще же очень похоже. Майк Дина знаю. Майк Дин. Да. Знаешь, что прикольно, что вот в бите... База. В бите в минусе много всяких звуков, и иногда бывает такое, что борщ вот так вот, все накидали вот так в кастрюлю, и оно вот так звенит. А тут очень... Короче, звук каждый как будто бы прям сильно на своем месте. Что ровненько. Нет такого, что... Ну, объяснение мое. Ну, кстати, нам Слава рассказывал, что вот этот альбом он писал на каком-то старом советском синте, который он купил на Авито. Причем его там продали со скидкой, это не реклама, не нативная интеграция, его продали со скидкой, потому что дочь вот чувака, который продавал, была фанаткой Славы, он там ей дал билетик на концерт, и вот ему продали этот синт, и вот так получился альбом. Прикол. Ну, зная Авито, там скидка была рублей сто двадцать. Ну, слушай... Пару раз заказывал. В нынешние времена для музыканта и сто двадцать рублей это, извини меня, денюжка. Не поспорю. Это бизнес-ланч один. Не поспорю. В крошке картошки. Окей. Так, ну что вы про трек скажете? Я за. Прямо сразу и без аргументов даже. Да. И даже не подождав всех. Круто. Бася вырывается вперед. Я напомню, что призов нет. Нас со мной нет. Давай им отомстить. Я все верю и надеюсь. Читка еще прикольная. Да? Такая просто... Я даже не по-моему, что Слава Марла, мне понравилось. В смысле, я не к тому, чтобы мне Слава Марла не понравилось, а вот по-моему, этот трек, конкретно тот, который взбик, мне вот это вот не зашло, а здесь прям прикольно. Даже вот это начало, я посчитал, что Супер Марио, но прикольно звучит. Чуть-чуть, возможно, я бы, как никто, нахуй ничего не решающий, чуть-чуть покороче, может, сделаю, но в начало. В начало? Да-да, потому что я уже такой, типа... Просто потому что сразу тебя заинтересовало такое, интересно, что дальше у тебя сейчас, когда начнутся текст. Короче, мне понравилось. Прикольно. Это же не духа, она же дает кинематографичности треку, так чтобы он так, ох, растянулся. Ну да, но мы поэтому и стали баловаться, потому что интро играет. Из тех ситуаций, когда я такой не просто, типа, да, добавить, а когда прям, знаешь, вот, типа, хочешь сейчас выйти и самому себе прям такой, да, послушаю, еще добавить. Найс. Я здесь для этого, ребята. Круто. Плюс. Ты че думаешь? У меня этот альбом добавлен в телефоне, он лежит, поэтому я плюсую. Автоматический плюс. Блин, Славик такой крутой вообще, хочется лично рассказать, что Слава Марлоу просто невероятно крутой тип. Очень положительный, да, человек вообще. Маленький дедушка, знаешь? Да, молодой дед. Маленький дедушка, его хочется вот так, я бы даже его взял... Взял так и пенсию вручил. По-моему. Да, просто вообще. Это же реинкарнация Андрея Губина, да, как говорят? Или нет? Или так не говорят? Это только ты так говоришь? А, блин. Я вен тоже дед. Что бы ты не говорил, не слышал. Илья, огласи результат. И свое мнение. Я, короче, сам еще проголосую. Конечно. Я не добрался пока до этого альбома, еще, честно говоря. Ты сейчас где-то на этой, на я ворона, я ворон. Я еще в временах Дитвелфа. Вот. Короче, ради интереса я бы добавил себе, чтобы его послушать и поизучать, потому что вот по первому впечатлению и тому, как он звучит, я сказал, мне понравилось, заинтересовало, классно. Короче, я ставлю плюс, я добавлю тоже 5-0. У нас сегодня такой добрый выпуск. Вы оценили, да, все треки добавляют. Никто не срет. Никто дерьма не принес. Не душнит. Кроме Баси. Ну это мой... Ну и то всем понравилось, Баси. Подожди. Баси принесла Госпел. Это классный трек был. Хороший. Ты зачем так говоришь про Госпел вообще? Не, очень хороший. Я же сам такое люблю. Это просто я вот пришел, поэтому вайп добрый сразу. Ну давайте быть честным, с другой стороны, с Госпелом все звучит типа круче. Типа, мое аудиосообщение 10-минутное с Госпелом, тоже вы все-таки скажете. Он сделал аудиосообщение с Госпелом, неплохо. Под плюс. Ты записать аудиосообщение, а потом поверх него говорить. Да. И еще немножко органа добавить. Круто. Так, а все сказали новинку или еще? Валер еще. Валер, что ты принес нам, расскажи. Ну не подведи. Или покажи сразу. Я знал, как провидец или как человек, который владеет некой информацией по шоу, что к нам придет Коля. Да. Поэтому, конечно же, рэп. Ну и просто так совпало, если честно. Просто я красиво подвязываю. Рэп от Валеры. Как Александр верно заметил, это Октавиан. Просто один из немногих британцев, чей голос и стиль прям сильно узнается сразу. Факт. Да, короче, недавно вот у него уже в этом двадцать третьем году вышел трек. Короче, я с первых нот, как этот трек заиграл, сразу, вот никаких сомнений. Это пока что для меня самый уверенный плюс во всех новинках, которые звучали сегодня. Фу. Почему? Случайно. Извини. Нет, тогда давай помогу тебе, Коль. А, давай, если можно. Спасибо. Короче, я плюсую. И в честь этого... Держи лимонад. Благодарю. Плюс, сразу, кто из вас что считает еще по этому треку? Октавиан? Давай я расскажу, а пока я разговариваю, камеры на меня, ты сможешь убрать пробки, чтобы их не было в кадре. А, значит... На меня, на меня, на меня еще подержим? А как же камеры на пробке? Хорошо. Отдельно. Итак, Октавиан или Октавиан. Короче, мне тоже, у него мало треков заходит. Довольно однообразный чувак. И здесь очень монотонный, как мне показалось, бит, исполнение, все очень монотонно. Я бы не кайфанул, короче, с этого трека конкретно. Вот, минус. Я, наверное, скорее минусну. Послушать на фончике прикольно, но вот добавить себе я такой трек не стал бы, потому что монотонненько. И какой-то крючочка не хватает. Я не знаю, у меня вообще очень большие сложности с британским рэпом. Я его мало слушал. И то, что слушал, мне обычно не заходило. Я вот люблю старый какой-нибудь грайм нулевых, там, Диззи Раскова старого послушать за милую душу. А вот то, что из нового, мне там советовали Дэйва послушать, кого-то еще. Я слушал его вообще никак просто. А, Бася еще не проголосовала. Ну, я думаю, плюс поставить. Потому что Валерку-то жалко. Постарался, человек нес очень тяжелый голос. Добрый ты человек вообще. Вот, они не ценят, не ценят. Давай так, давай так. С точки зрения музыки исключительные. Хорошо. Не надо жалеть Валеру. Плюс, короче. Плюс. Все. Итак, итого 3-2. Воу! Ура! Вторая, значит, у нас категория. Категория, которую выбрал гость. Расскажи, что это за категория, почему ты ее выбрал? На самом деле, категория называлась музыка, под которой лучше все засыпать. И вот когда я к вам шел сюда, я знал, что вы меня посадите под портретом вот этого человека. Рил Игоря, он же Тайлер Зе Крейтер. Так. И сейчас вот следите за руками, какая будет интересная цепочка разматываться. Есть такая замечательная белорусская группа «Союз». Может быть, вы не слышали? Я не слышал. Это двое молодых людей, которые играют такую, типа, басановую. Очень легкую, нежную, очень прикольную. Он пришел к ним в комментарии. С жанровыми влияниями. И вот Тайлер Зе Крейтер пришел к ним в Инстаграм, чтобы написать о том, какие они крутые. Прикиньте, вот, там, ты не особо известная группа. У тебя там Инстаграм на 12 тысяч человек. Это называется, да, это группа из Белоруссии, ты уже сказал, да. И тут к тебе приходит Тайлер Зе Крейтер, пишет тебе, чувак, твоя музыка огонь. Разнос, я после этого наркоманился и умер. На пике. Я думаю, они тоже. Конечно, конечно, у тебя Инстаграм Тайлера украли. Какие-то белорусы пишут себя. Какие вы хорошие. И вот, короче, у них вышел альбом у группы Союз. Он называется Сила ветра в прошлом году. И вот трек с певицей Катей Энви. Мне очень нравится, я под него часто засыпал в самолетах. Засыпаешь? Поехали. Все, что вчера загадали, не сбудется. Все станет чем-то другим, не забудется. Все будет на земле кем-то другим. Поехали. Знаете, на что похоже? На советский фильм какой-то. О! Это пожать! Я сейчас тебе прям мультики представляю. Служебный роман такой, знаете? Там мадам бежит такая, типа. Сказка советская. Но ты была в Минске. Да. Очень круто. Знаете, что? Да простят меня, друзья-белорусы. Меня разнесло первые слова. Мне показалось, что это не голос, а труба. Вам не показалось? Включите, пожалуйста, еще раз первые слова девушки. Вот послушайте их. Нет? Ну что такое есть, да? Голос как инструмент. Прикольно. Вот. И пусть все сходят и послушают альбом группы «Союз». Мне кажется, он реально очень кайфовый, классный и достоин того, чтобы вот об этой группе узнало больше людей. Блин. Голос реально такой, как будто вот я реально сейчас послушал советский трек, а еще и название «Союз». Сказку-мюзикл, да, реально. Все начало жевать. Короче, что вы скажете про этот трек? Я голосую за. Я голосую за. Ну скажи, прикольно. У кого-то очень упомянуло. Я до сих пор где-то в дреме немного. Так. Но будет ли он смотреться в нашем плейлисте? Сто пудов. Ну а я надеялся на конформизм. Я могу тебе конформизм выдать легко. Я голосую «нет». Опа! Ну а я, у меня есть внутреннее описание. Во-первых, возможно… По пизде все пошли после трека, видишь, все пьяные. Да я знал, что… Во-первых, во-первых, возможно, Тайлер и Кей, Игорь пришел сюда писать комменты. Молодцы, все продолжайте делать вот такую постсоветскую тему, и я буду разрывать своей нормальной музыкой. Может быть, он много кто написал. Да нет. Я понимаю, что это сложно, это тоже, типа, музыкально очень. Все эти группы, типа, комсомольцы, знаете, все, кто делает, типа, постсоветское это. Но я просто не очень или очень не люблю всю эту постсоветскую романтику. Не знаю почему. Потому что мне кажется, что… Я понимаю, что это просто да, и не так прям этого много, но мне кажется, надо, типа, двигаться дальше. Это лично дело каждого, я не говорю, что… Я не говорю, что плохо, там, типа, там, не знаю, советская музыка или кино или так далее. Просто я про то, что, грубо говоря, вот сам родился, там, в начале 92-го года, но это уже, типа, грубо говоря, не наше время, скажем так. Опять же, ты можешь… Короче, тебя бесит ретромания, понял? Ну, наверное, в какой-то степени вот это. Но трек… И еще я задумался о том, что, наверное, я бы под него… Ну, нет, наверное, заснул бы, но, типа, и чуть-чуть более такое вот глубокое слушаю для засыпания. В целом, да, я понимаю, о чем Коля вообще супер, но, мне кажется, для засыпания слишком много разных инструментов, которые будут тебе на ушко, на твое действовать, знаешь, и выбивать тебя чуть из сна. Но это моя чувствительность, мои проблемы. Опять же, не знаю, надо пробовать, тут надо как-то сильно спать хочешь сидеть. Да, но, в целом, если бы я лежал на диване, смотрел бы сказку, мюзикл с футер-контреками, я бы уснул. Ну, я говорю, там вот эти высокие такие вот ноты, инструменты, не понимаю, что-то похожее на флейту, это, знаешь, как будто бы немного эльфийская даже музыка такая, типа… Ой, ты ух… Уехал. Я идеально научусь пародировать это, и я войду в группу «Союз» и буду петь. Барас, что ты скажешь? Ну, вот планы на 2023 год. Я что думаю? В эпоху, ну, как бы, десятилетие, где у нас правит рэп и все такое, тяжело делать такую музыку, которая была раньше в советское время, потому что тогда раньше и другие синтезаторы, и другая запись, и все такое. Но это, блин, копия того, что было когда-то в советское время, поэтому я голосую за, потому что это тяжело сейчас сделать. Так, я скажу тогда… синхронно? Я скажу… нет. Трек отличный, я понимаю, что как Коля под него засыпает, я бы даже одеялко тебе под ножки вот так подвернул, но… Но гетеросексуален. Ушел. А? Да, во-первых, а во-вторых, ушел бы в другую комнату и включил бы там что-то более… Вообще монотонное, знаешь, как ветер. Ну, эмбиент. Да. Я знаю, засыпать под эмбиент – это свето. У меня, кстати, не эмбиенты, но… Так, ну че, прикольно, разделились голоса, но тем не менее 3-2 все равно. 3-2 по голосам… Ты за? Я за, да, я сказал уже сразу, да. 3-2 трек добавили, ура, поздравляю, ребята, класс! Я это особо, что ползет, я это колы, что скучно, я это время, 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 время… Кто будет делиться? Сегодня. Давай я. Давай, Бася. Сразу? На самом деле я сначала думал над другим треком, но я вспомнил, что я его уже приносила, потому что я… Что-то из «Флюма». Нет. Одесса. Был Джейкоб Бэнкс. А. Вот, но я потом такая, открыл наш плейлист, такая, чёрт, я уже приносила его, поэтому я заменила его на… Включаем. Это, кстати, мой самый любимый трек с этого альбома. До 7 месяцев в Вегасе, это вот мой любимый трек. Ну, я вот под него засыпаю в самолётах. Кстати, тоже звучит что-то советское, если вот в этом вокале… Вы спите вне самолётов? Гитара, мне кажется, знаешь… Ну да, да, такой… Гитара прям сильно отсылает… Квартирник, квартирник такой, типа, да, или бардовская, или какая-то такая… Я просто вообще не слушаю музыку, когда засыпаю и отрубаюсь под телевизор. Единственное, где я прям вот… Всё, мне надо сейчас заснуть, это в самолёте. Можно скажу? Да. Мне понравился трек, но я сейчас стоил на мысли, что я бы не уснул под нём, а задумался, знаешь, так в точку. Сел и задумался. Загнался. Да, загнался. Классный трек, я бы сказал да. Круто. Пусть кто-то заснёт, кто-то не заснёт, но трек стоит знать. Ура! И радость, блин, как за свой трек. Я тоже. Я тоже, да. Причём, сначала вообще даже мы что-то забываем на секунду на рубрике, начал двигаться такой… О, потом только, подожди, музыка для засыпания же. У нас рубрика. Но трек мне понравился. Причём я вообще, реально, прям с респектом к нему отношусь к «Золото», но не всё мне и себе бы добавил. Но это мне прям понравилось. И когда Линя… То есть я тоже… Это из треков, которые тебе хочется выйти, после этого прям переслушать. Прикольно. Ну и мне напоминает опять… Мы же как-то в каком-то выпуске это говорили. Опять мне напоминает это прям молодого Агутина в каком-то… Вот это что-то своё, в то же время чуть-чуть с вайбом похожим на то. Короче, я за. Круто. Чё, Коль, думаешь? А я, на самом деле, как-то всё время не воспринимал золото. То есть я не понимал прикола этого игрока. Я такой, ну фиг знаю, что… Игрока. Вот. Вот он, парень из рэп-мира. Это наш рэперский слэнг. Да ты не броукбой, я смотрю, парень. Ты не лейб. А песня прям отличная. Ты сказал про Агутина, а мне вспомнился Пресняков, но в каком-то чилвейвовом звуке. И я такой, нифига себе, прикольно. Чилвейвов у Пресняков. Похоже. Просто вот такие вот высокие голоса были либо у Агутина, либо у Преснякова в то время. Либо у Витаса. Возможно, этот Пресняков скоро выпустит песню «Засыпает Бася под золото». Блин, было очень хорошо. Правда, правда. Я первый раз видел, как я разъел. А сейчас тоже писали камеры, да? Тогда по-моему я плюсую классную песню. Класс. Послушаю альбом. Круто. Вот если к вам пришел, уже два альбома себе добавил. Ну, в смысле, пока не добавил технику. Полезная передача, потому что. Э-э-э. Вы дарите людям сказку. Я говорю тоже, конечно, за. Ой, ребят, я за. Если что-то с золотом у вас связано, я вообще. То есть получаете 5-0? Тебе в тераке золото превращают в 50-летнюю женщину. Ой, ребята, все. Зачем вы это подарили мне? Все, молодые мы себе оставили, господи. Получается 5-0? Да, 5-0! Золото, поздравляю! Ура, добавили! Я тут один этап близко, горизонт и линия. Ищи меня там, ищи меня там. Ну, давайте дальше двигаться, хорошо. Кто еще не приносил? Летс гоу. Ты, да, Саня, еще не приносил? Я еще не приносил. Да давай, раскрой карты, как ты трек. Здравствуйте, меня зовут Александр. И я принес трек в тему, трек, под который отлично засыпать. Вот. Чтобы чуть-чуть вас подготовить, я хочу сказать, что это действительно колыбельная песня для меня. В классическом ее понимании, без инструментала. Ну, дальше он там присутствует, где-то под конец песни. Но, в целом, это трек без инструментала. И я его часто пою всем, кого хочу усыпить. Это капельная песня? Девушку? Да, практически, да. Девушку, да. Женщину в маршрутке. Посмотри, какие цели я преследую. Понимаю тебя. Включайте, пожалуйста. Причем это одна из первых песен инди-рока, где использовался автотюн. То есть до этого он же считался чем-то таким, ну, попсовым, неприкольным. А вот тут человек... А кто это? Это Бон и Вер, Джастин Вернон. И вот здесь он заавтотюнил свой голос и превратил песню в какую-то прямо душераздирающую. Весь о разбитом сердце. Очень крутая вещь. С одной и той же строчкой. Вообще. Я знаю, как сильно Саня любит Бон и Вера. И потом эту песню послушал Kanye West и сделал ремикс на своем альбоме My Beautiful Dark Fist Fantasy. Я и подумал, что это Kanye, потом голос не Kanye. I'm lost in the world она мне назвала. Lost in the world, да. И после этого они с ним закорешились и, в общем, стали друзьяшками. Вот, ну это все, собственно. Вот такой я засыпаю вообще на раз. Это такой сильный. Про орехи Макадамия что-то. Орехи Макадамия очень вкусная штука. Такой сильный в плане засыпания трек. Потому что я так в него сейчас улетел. И вообще впервые за все время вот снимания всех выпусков. Я хочу домой долго. Я захотел пойти полежать. Я не хочу заканчивать до конца эту съемку сейчас работать. А к черту пойдемте. Мне кажется, в этом и секрет, что никакая музыка, никакой инструмент. Ты как мама в детстве. Летела голубая, летела сизый. И все, и ты таешь. Только голос, и все. Это очень круто. Это тебе. Я думаю, кольцо. Ладно, продырявим как-нибудь. Короче, я сто пудов голосую за, потому что надо как-то просыпаться. Это очень крутой трек. Блин, единственное, здесь, конечно, опять момент с плейлистом. Что это как будто, да? Это же типа... Слушай, да... Что? Это же будет плейлист для засыпаний. Это будет общий плейлист, мы все в один кидаем. Ну, я вот реально, я просто... Хорошо. Меня подкупает еще... Как морщ. Да. Прости, Валер. Ничего. Не, просто меня подкупает, я знаю, как сильно просто реально Саня еще любит Бон и Вера, что... Я представляю, как он с этим засыпает. Ты можешь сказать, минус, братан, твое же мнение по поводу трека вообще. Не, я просто еще не понимаю, знаешь как, тут даже... Не притягивай за уши. Я не могу даже сказать, это же не всем трек даже, да? Это же не музыкальный составляющий. Это как сказать, ну вот типа, прикинь, вот в дорожку в треке нормальный хэд вот здесь записанный, типа, условно, но грубо говоря, типа, нормальный вокал? Ну да, я тебе не шарю, типа, прикольно, ну, понятно, все качественно. Заснуть под это, наверное, влет можно, я думаю. Если там нет криков внутри. Нет, там дальше есть такой разгон сильный. Надо уснуть до разгона просто, успеть и все, быстро. Короче, я за. Круто. Коля, ты, как скажешь, за? Все, супер. Ну, а я, сори, против. Почему? Мне не хватало чего-то. Инструмента. Это называется инструменталка, как бы сказал Коля. Инструменталку же держит. Ну окей, хорошо. В данном случае мне не хватало пианино какого-нибудь. Гранд пиано. Ну да, но Саня же это и сказал вначале, что здесь, короче, такая сильная капельная история. Классно, давайте тихонечко поаплодируем, трек добавили. Я остался? Да. Все, да, только Валера? Да. Забег в сон. Я могу объяснить тоже в основном, я дома сплю, в принципе, в основном сам, но бывает иногда по настроению моего что-то часто в дороге, но я в основном больше в поездах. С помощью клофелина. Да. И вот это состояние, по-моему, то, что мы как-то говорили, которое полудрема, когда вот мне нужно чуть и музыки, чуть слов. Я вот не люблю, у меня сложно все вот совсем эмбиаты, вот все такое. Поэтому просто мне нравится что-то вот типа более дипое. Да что ты за фрукт такой, покажи уже. Давайте покажем. Все. Да, это... Короче, я понял, ты засыпаешь во время секса своего, собственно, судя по треку. Два в одно удовольствие, брат. Потому что трек, конечно, вообще... Это бывает лучше, чем сон из секса. Ты уже заснула. Блэк Атлас — это канадский исполнитель, продюсер. Атлас Канады, по сути. Да. И модель. Просто Илюха сказал во время прослушивания, он говорит, что типа The Weeknd напоминает, и реально тоже канадский. И как раз я хотел сказать, если там кто-то не слушал этого исполнителя, но вам нравится The Weeknd, то послушайте, вообще классно. И там типа... И причем этот альбом весь, мне кажется, и для засыпания, там называется даже Dream Wake, можно слушать и другое. Ну, короче, там есть треки, где вот более диповый, чуть более бодренький, но мне вот его очень нравится. И как будто он, мне кажется, может быть, даже был бы чуть более популярен, возможно, если бы не было The Weeknd или просто как-то так сложилось. Но у него, мне кажется, все хорошо. Ну, там же у них в Канаде целая своя плеяда, целый сегмент R&B. Да, плеяда — нормальное было слово. Плеяда — хорошее слово вообще. Да. И я бы так назвал свою группу. Ну, Канада вообще мощно. Советский поп. Кто еще смотрит? Дрейк, Бибер, Тори Лэйнс. Я имею в виду в целом... Пати Нэкс Дор. Пати Нэкс Дор. Викинг. Капс Локон, Викинг, да. Этот... Все с Канады? Мэджи Джордан, да. Да-да, это все канадцы. Там у них, видимо, просто холодно. Ну, как у нас. Только у нас... И они по этому фальцетам все поедут. Пать, я замерз. Где, блядь, ближайший костер? Это... Это как раз тоже Перстяков. Из такого... Из... Из... Еще... Он босиком всегда, поэтому и замерз. Из неожиданных стран, только... Самое более неожиданное, знаете, Албания. Ну, там... Они не оттуда, знаете, что... Дуа Липа. АВ и Макс, по-моему, кого-то еще, там типа прям 4-5 насчитывали. А группа Озон откуда? А не Румын. Или Молдавани даже, по-моему. Да-да-да. Весь этот регион, мне кажется, оттуда стреляют. Ну, Дуа Липа все-таки не Озон. Тут... Понятно, что они там бородились в Америке, но просто вижу, что именно албанские корни очень дают мощный женский вокал. Яичники хорошие. Вот-вот, это просто... Ты про Басю? Ты говоришь, что... Нет. Озон, и у тебя уже начинают играть все на подкорке. Что? Ооо... Яичники, да. Да, да. Продолжаем. Я, честно говоря, в шоке, что вы так эрудированы в плане географии. А мы готовимся, Илья. Штудируем Википедию. Заборы. Карты. Различные всякие вещи, да. Ну, это респект. Это респект. Вот есть облачный атлас, а есть черный. Да, и все из Канады. Короче, я немножко, знаешь, от чего поражаюсь, что вот он начинается, и там все равно есть такой... И он все равно немножко раскачивает тебя. То есть я вот под такое бы уснуть не смог. Но трек мне понравился. Но еще если послушать наушечках, чуть другой эффект. Я не знаю, я не в защиту трека, просто там реально как-то, ну, знаешь, как бы это звучит по-другому, оно не как вот типа тин-тин-тин-тин. Да, оно где-то там вкратчиво. Да, возможно. Может и так, кстати. Прекращать — это классно обсуждать. Как бы ты проголосовал, Сань? Я бы проголосовал за. Хороший трек. А ты какой? Мне тоже понравился. Главное — вот не уснуть во время секса. Да, это, кстати, главное. Это главное в принципе по жизни. А если и уснул, то сделай вид, что это поза такая. Просто типа спящий кто-то. А если и уснул, сделай вид, что это она виновата. Это с ней так скучно. Все можно сказать, что этот трек виноват в целом. Ну, в целом, красивая, прикольная песня. Я бы себе добавил. Круто. На случай там, если романтический вечер будет. Да. Плюс-плюс. Плюс-плюс, Бася. Я за. Все, и я за тоже. Черт возьми. 5-0. Тихонечко. Фух, с этой категорией завершили. Круто. Надо взбодриться. Надо взбодриться, потому что сейчас наступает рубрика Guilty Pleasure. Короче, формат такой. Ребята принесли по одному треку из Guilty Pleasure. А я ничего не принес. Ты ничего не принес. Я тоже ничего не принес. У тебя будет другая роль здесь. Ты будешь выбирать. Подожди, ты думал мы тебя когда-то ругаем? На электрический стул его он не принес трек. Ни одного трека Guilty Pleasure. Электрический стул знаешь, что такое? Короче, мы сейчас послушаем три трека из Guilty Pleasure. И тебе нужно будет выбрать, что либо мы ничего совсем из этого не добавляем, либо какой-то один. Самая Guilty. Самая Guilty. Хорошо. Или самая Pleasure. Или нет. Которая тебе больше всего для тебя. Что зовется в твоем сердечке? Что зовется, да. Конечно, Коль. Проходя через... Ребята договариваются. Так, хотел объяснить. Знаешь, что такое электрический стул? Электрический стул? Ну, видимо, стул, где есть электричество? Нет. Так. А ты когда скат посрал? Скат электрический. Стул у него электрический пыл. Посадим тебя на него. Ну, если... Ребят, не просим, да? На дерьмо рыбы? Берегите его. Он по сути ценный экземпляр. Удалите меня! Удалите меня! Ладно, погнали. Кто первый? Давай я. Давай, Сань. Срочно! Включайте мою гильфу. Мясо! Не завожу подруг в нас за деньги, да? Я не делаю риты даже за деньги, да? Я подумаю, а потом расскажи сразу, да! За деньги, да. Астрологи объявили месяц инстасамки. Будь осторожен. Ну давайте задумаемся. Население городов выросло. Какие мысли она несет в общество? За деньги, да. За деньги, да. То есть все, что угодно, за деньги, она готова на это, правильно? А фиты. Она говорит, не делаю фиты даже за деньги, да. Все кроме фитов. То есть фиты для нее святое. А вы, кстати, поняли, что это строчка Дисна Моргенштерн? Нет. Объясни, пожалуйста. Вот, потому что Морген же предлагал ей фит, она отказала. Да. Об этом еще раз говорил. Нет, Вась, Вась. Ну они в Дубае живут вместе. Два феномена. Но вот почему-то не дружат. Сейчас все живут в Дубае, российские исполнители? Наверное. Ну дают. Мы уехали туда на зимовку. Прикольно. Короче, я в этом мой гилте, ребят, признаюсь, нравится. Это самка вообще. Малютка, умница, молодец. Я так рад, что я ничего не принимаю здесь. Сейчас никаких решений, голосов. Следующий гилти. Коля нужно будет выбирать из трех. Конечно. Пока не забыли предыдущий. Но если что, послушаем еще раз. Ну мне кажется, я знаю, какой он выберет. Ведь он сам его принес. Можно все посмотреть? Давайте. Да, Валера. Почему? Давай ты. Нет, ты. А почему? Давайте я скинусь. О, посмотрите, они срегнуются. Посмотрите. Я просто сейчас задумался, почему Бася руководит нашим шоу. Короли гилти два. Понял? Я могу я. А теперь у них соперничество. Ага. Вы можете скинуться на канал. Давайте, рукаменитесь. Да давай я. Все пришел. А зачем ты тут столько много всего говорил, если все равно? Просто хотел, чтобы обратили внимание зрителей, как ты пытаешься манипулировать нашим шоу. Ладно, смотрите, Валера более по-царски сидит. Бася, давай ты. Нет, пускай Валера. Короче. Детский сад. Давай я еще раз инстасанку поставлю. Заводи. Я знал, что кто принес Коля, опять же. Поэтому не хип-хоп, но трек, который я слушал в школе, я считаю, это первый панчлайн, который я услышал в жизни. Ого. Это матка-пародитель всех вордплеев, я считаю. Матка? Валера принес матку. Ну не матку. Короче, давайте просто послушаем текст. Давай. Потому что ее звали Лена Головач, голова члена. Лена Головач, голова члена. Это группа Порт 812? Пляж, группа Пляж называется. Пляж, смен. Московская пангруппа. Это как будто выпуск. Уважаю. Венцом, венцом выпуск, начавшийся с Анакольда, я считаю, должен трек заканчиваться с... Головач Лена, да. Мне когда одноклассник, классе в восьмом, он мне сначала сам напел это Лена Головач, голова члена, я, мне кажется, тогда в юмор включился такой... Да, это повлияло на тебя, как на комика, конечно. Бам! Я просто... Ты потом прибежал домой, загулял, что такое голова члена, понял, что это у тебя есть, и тогда вообще юмор страстился. Ты понимаешь, типа, вот это, типа, и... Ну, а вот в школе я такое слушал, да. Ну, это веселая песня, бодрая, молодежная. Круто, блин, такая... У нас на потоке была девочка с фамилией Вагина. И первый раз прибыль читал, и так, типа, Вагина. Это, мне кажется, беда женщин всегда, фамилия Вагина. У меня был знакомый, блин, как-то у него, у мамы была фамилия Потаскуева. Если вы знаете какие-то еще смешные фамилии, пишите. А ты хорош. Чувак, это моя работа. В интерактивах тебе нет разных. Забайтил, забайтил людей на комик. Сашка твое дело говорит. Ха, поехали. Ладно, Бася, что там у тебя? Мой guilty pleasure посвящен... Ты гинеколог зашел. Ладно. Алло. Вот на этом стуле же. Ну, алло. Так, у нас тут в guilty pleasure не может скучиться. Давайте соберемся. У меня тут трек, посвященный одному прекраснейшему человеку, которого вы все прекрасно знаете. Заводи. Господи, это гениально просто. Кто-то должен был это сделать. У меня в ротации в последние дни две песни. Вот эта песня... У меня вот есть такой плейлист, называется «Всратость в радость». И вот это... Там... Там эта песня и песня «Да потому что ты дыня». Знаете такую... Да потому что ты дыня и просто я их слушаю нон-стопом, когда вот нужно много энергии и дешевого кайфа. Валера, я... Не знаю, я чувствую твою боль. Потому что, помнишь, однажды выходила песня «Николай оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо, Коля, она меня сделала мне больно, а моему другу Лёхе Горбышу, Лёха привет, было больно, когда вышла песня группа «Руки вверх» Алёшка. Вот тоже. Я думаю, у всех Алёшек есть эта фантомная боль до сих пор. Ну и так у многих, кстати, по именам. Этот «Привет, Андрей», бедный Андрей, это вообще ужас. А что-то про Саню есть что-то? Илья, ты хлеба, ты куча хлеба, ты ушла к Сашке, напившись вина. Ничего себе. А знаете, что удивительно в этой песне, и что мне вот очень нравится? Когда не хватает, у тебя это, Даш, ты нажал на паузу, в том же месте осталось, да? А вот там, когда не хватает рифм немножко, там вот такая вот ерунда в конце строчек. Это же тоже рифма. Я прошёл, я с этим треком постиг дзен, потому что во времена школы, когда, знаете, ВКонтакте только появился, и мне, наверное, ну стабильно раз в месяц, наверное, кто-то вот это с подключением кидал её на стену. Я такой, да, спасибо, свежак, я говорю, всё. Ну я спокойно отношусь кинул. Знаешь, сколько раз мне присылали песню «Колян знает тропинки волшебных полян». У тебя там комбо вообще реально. Я только ещё знаю трек, кто-то рассказывал, «Валера, человек, гора». Это что-то… Это уральский наш хит. Да, это группа AK Plays, великая уральская группа, у них есть песня «Человек, гора, Валера». Точно! Забыл классику регион. Вау, «Валера, человек, гора». А почему про меня песни какие не поют? А вот это «Бася ноги, мальчик, бася ножки потерял». Тоже туда же. Хорошо, хорошо. Так, ну чё, тебе надо выбрать что-то, какой-то либо один трек, либо ничего не берём. Ну как это? Ну что я могу выбрать? Давайте вспомним, что было. У Сани, значит, была самка, да? У Баси «Валера, Валера». А про тебя оказалось… А вот эту, эту Басю мне муж купил. Маленькую девочку, да? И Валера принёс, напомню, что ты принёс. Группа «Пляж», Лена Головач. А, «Пляж», да, Лена Головач. Я за Валеру. Подожди, за его трек. За песню Валера. За песню Валера. Побеждает Бася. О, запиши в тетрадку! Ура! Трек! Ура! Добавили! Я журорова, guilty! И на этом мы заканчиваем этот выпуск. Спасибо большое, ребят! Это было «Слушай отсюда», пока! Ура! Ура! Bh behind the glitch! Ура! Давай! 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 Таня!